Я прям чувствую этот витающий напряжённый вопрос. А где, блин, инфа по следующему сезону? Где анонсы? И я согласен, пора бы на него поискать ответ. Разработчики утаивают информацию просто потому, что теперь переход от одного сезона к другому, особенно в конце года, обычно максимально бесшовный. Сюжет проходит одной линией, подаётся понятным языком. И теперь нельзя просто показать трейлер так, чтобы не заспойлерить главные детали. Поэтому всё по крупицам приходится собирать из статей ТВАП, из Твиттера, из ответов на форуме и так далее. Что ж, я всё сделал. Так что устраивайся поудобнее, сейчас расскажу вообще всё, что знаю. А ты пока лайк поставь, давай уж, не жадничай. Итак, новый сезон под названием... Начнётся уже 24 августа, после обновления в 8 часов по московскому времени. И да, это как раз в тот же день, когда пройдёт презентация, которую анонсировали ранее. Это, кстати, ловкий способ скоротать время, пока серваки будут на подготовке или в очереди. Поменяется в сезоне довольно много. Я имею в виду проработку механик, их починку и долгожданное исправление. Ну вот, к примеру, фрипик уберут. Что это такое? Фрипик — это уловка, при которой игрок в ПВП, находясь за укрытием, переключает камеру на вид от третьего лица. Скажем, с помощью эмоций или достав меч. И тем самым шпионит за противником. Легальный способ смотреть за стены, который использовался в Destiny ещё с первой части. Но это не значит, что это нормально. В том же Апексе, например, при попытке подсмотреть за врагом через эмоут, игра просто скрывает всех противников. Посмотрим, к какому решению придут в Банжи. Ещё одно долгожданное нововведение, которое появится в Destiny 2 в новом сезоне — кроссплей. Уже давно Банжи ввели кроссейв, то есть возможность играть с одной учётной записи на разных платформах. Но вы всё равно могли играть только с теми же игроками. С ПК на PS4 вы играть не могли. Теперь сможете. Тонкостей много, и про матчмейкинг важно знать, как будет работать, и про поиск друзей из других платформ. Но обо всём, касающемся кроссплея, я уже подробно рассказал в отдельном видео. Так что, если эта тема тебе интересна, посмотри его. Единственное, что сейчас ещё добавлю по этой теме, то что, похоже, функция появится не в день старта сезона, а чуть позже, в течение его. И, кстати, хорошо, зная, как сервера игры справляются с нагрузкой от наплыва игроков на старте сезонов, лишний перегруз от кроссплея нам уж точно не нужен. Ещё одна функция, которую переработают в следующем сезоне исключительно следуя желанию игроков и сообщества — Трансмог. Синтез внешнего вида брони добавили в 14 сезоне, и встречен он был крайне неоднозначно, из-за ограничений и ненужного прикрученного гринда со скрытыми таймерами. Подробно об этом я тоже уже говорил на канале, сейчас это не так важно. Важно то, что в следующем сезоне, для того, чтобы брать контракты у АД-1, вам нужно будет заплатить лишь по 10 тысяч блеска. А это сильно упростит возможность полутать материалы для синтеза даже тем игрокам, кто не тратит на игру по 5 часов в день и более. Конечно, ограничения по количеству доступного Трансмога за сезон никуда не делось. Но, глядя на это изменение, теплится надежда, что и снятие лимита мы тоже можем когда-нибудь дождаться. Также в 15 сезоне ранги Авангарда и репутация Завалы будет приведена к той же модели, что сейчас есть у Скитальца и Шакса. В качестве подготовки к этим изменениям, Банджо уже предупреждали игроков о необходимости сдать все накопленные знаки Авангарда с Заваля до 24 августа. В противном случае, они пропадут из вашего инвентаря. Система репутации у Лорда Шакса, Скитальца и у Команды Розовалы получат название ранги. И своими рангами обзаведутся не только Гарнила и Гамбит, но и Авангард. Разработчики хотят добиться, чтобы игроки могли обнулять ранги Авангарда, Гарнила и Гамбита чуть быстрее, чем сейчас обнуляются ранги доблести. А скорость их прокачки зависела не от побед или поражений, а от регулярности вашей игры в том или ином плейлисте. Они посчитали, сколько времени занимает обнуление рангов у игроков, выигрывающих почти каждый матч Гамбита, например, и сравнили итог с результатом игроков, которые, напротив, проигрывают почти каждую схватку. После этого настроили систему так, чтобы победители достигали обнуления в 2 раза быстрее, а не в 3-4 раза, как сейчас, чем игроки терпящие поражение. В целом ожидается, что 2 трети репутации можно будет заработать, просто играя в соответствующие задания. Иными словами, обнуление будет проходить быстрее для всех игроков, но если вы будете выигрывать матчи в Гарниле или в Гамбите, то по-прежнему достигнете обнуления немного быстрее. Что касается отдельно налетов и ранга за них, то Банжи вводит бонус за серию. Чем дольше вы проходите налеты, неважно через плейлист или напрямую, тем больше ваш бонус за непрерывную серию. В ожидании подбора игроков, стражи могут отправляться в башню, чтобы захватить недостающие контракты. Однако выход из задания или продолжительная АФК приведет к сбросу непрерывной серии, поэтому если хотите получить нормальный бонус, будьте готовы играть. Ну и плюс, как и в Гарниле и в Гамбите, в течение сезона у завалы будут проводиться недели с дополнительной репутацией. Кстати, упоминали Банжи и о том, что система репутации Асириса будет изменена. Скорее всего, в соответствии с этой системой без жетонов. Но пока гадать не будем, пообещали все рассказать в будущих твабах, я думаю, что в статье о 26 августа прояснят этот момент. Однако, согласно одной из ранее выпущенных статей, Банжи планирует не просто переработать именно ранговую систему, но и затронуть систему наград за испытания Асириса в целом. С режимом точно нужно что-то делать, и тут одного античита даже мало будет. Нужна именно хорошая мотивация игроков ходить туда и тратить немало сил и времени на достижение наград. У меня уже было отдельное видео на эту тему, но все же. Значительно планируют переработать подклассы и фактически каждую ветку в них. Разработчики долгое время работали над исправлением Стазиса, и теперь решили еще и бафнуть многие невостребованные силы света. Ключевых изменений довольно много, и в сообществе, как и всегда, в подобных случаях развернулась дискуссия на этот счет. Стоило ли нерфать варлоков, бафать охотников и так далее. Подробнее об этом вот всем в видео посмотри, чтобы понимать, как изменятся твои любимые способности. Теперь давайте немного о наградах, а именно об оружии. Мало конечно известно, но все же даже эти детали кто-то мог упустить. Например, сообщалось, что в 15 сезоне наш арсенал пополнится порцией легендарного оружия со стазисным уроном. И это довольно важная новинка. Со времен старта игры в далеком 14 году, все оружие было лишь трех типов урона. Четырех с кинетиком. Огонь, электричество и пустота. И теперь вот силы подклассов, которыми мы овладели год назад в дополнении за гранью света, будут встроены и в оружие. Пока не ясно, что это будут за пушки, но я надеюсь, что среди них будут хотя бы приемлемые архетипы. А то вон, оружие луны рьюзнали, а ни одной из них не годится. Ну и опять-таки, если добавляют оружие на стазисе, то скорее всего у некоторых противников появятся подобные щиты. А также было бы логично ожидать появления и брони с этим типом стихии, хотя, говоря о ней, я смысла в этом не вижу. Кроме стазисного, неназванного оружия, есть весьма конкретная информация о минимум двух легендарных пушках, которые появятся в Destiny 2. Дробовик Комик и Ракетница Забияка. Да, название так себе. Оба оружия это перенос из первой части, а получить их можно будет в сумрачных налетах. Теперь нам вместо шести пушек с ротацией 1-1-1-3, как было во второй половине этого сезона, будет восемь видов оружия, которое будет меняться парами, состоящими из одной новой и одной старой пушки. Например, Комик плюс Цена Тени. Упоминается, что оружие получит перки, которых прежде не встречалось. Молюсь на трипод в Ракетнице. Ну и раз уже упомянул сумрачные налеты, вот еще одно нововведение с ними. Если вы молодец и прошли все Грандмастеры в этом сезоне, получили позолоченный титул, то в новом сезоне вам сразу же будет доступен список с сумрачными налетами на сложности Грандмастер на выбор. Не нужно будет ждать последних недель сезона, однако как вы только закроете все ГМы 15 сезона и позолотите в очередной раз медаль, эта возможность пропадет. И вы присоединитесь к ротации, которой следуют все остальные игроки. Удобная штука для любителей бегать ГМ и флексить золотыми циферками рядом с ником. А вообще, вы были в ГМ? Напишите в комментариях. Я вот ранее еще сказал про нерфы и бафы подклассов, но ведь оружие тоже будут менять и нерфать. Самым болезненным станет ослабление экзотического гранатомета Анархия, который уже... который сезон подряд лучший выбор для... да для любой активности и задачи. Конечно, так быть не должно, и как бы больно нам не было расставаться с ним, но придется. Что именно поменяют этому экзоту неизвестно, но по-любому я сделаю про это отдельный ролик. Еще обещают сильно переработать плазменные винтовки, наконец-то бафнуть в винтовке разведчика, видать, видео мое посмотрели про скаутки. Револьверы в ПВЕ тоже бафнут, ну и целый ряд слабых, невостребованных экзотов хотят улучшить в ПВЕ. Новостей про пушки нужно ждать в ТВАБе 19 августа. А еще ждем как минимум двух ивентов в 15 сезоне, которые как правило проходят в игре в это время года. Фестиваль Усопших, приуроченный к Хэллоуину, и Моменты Триумфа. Это такое празднование всего того, что мы прошли и нагриндели за год. Неизвестно в каком виде, кстати, вернется Хэллоуинский ивент, ведь он обычно завязан на активности Бесконечный Лес, а ее вырезали из игры в Хранилище Контента, вернут или сделают ивент совершенно на другой механике. Увидим. Если вы пропустили, еще раз напомню, есть уже вся инфа о том, как изменятся подклассы. Я рассказал про это вот в этом ролике. А еще рассказали, как изменят моды и экзотические некоторые шмотки. Про это тоже, вот отдельное видео. Там же, кстати, есть немножко и про изменения в Ивенте Железное Знамя. Награды, пушки, броня и система бонуса от брони ивента. Советую посмотреть, чтобы быть в курсе. А на этом пока все. Все. Затаив дыхание, ждем сезона, ждем презентации. И чтобы ничего не пропустить, подпишись на канал, нажми на колокольчик и не забывай про другие мои площадки ВКонтакте, Твиттер и Твич. Спасибо за просмотр. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok